привет друзья вы на моем рукодельном канале меня зовут зульфия у меня очередная поделка я планирую пошить органайзер из карманов джинсовых в квартире я джинсовые всякие поделки вообще не люблю и не оставляю все у меня уезжает на дачу вот это вот органайзер у меня будет для дачи непосредственно мне нужно будет будут квадраты по 22 сантиметра с каждой стороны и я делаю первую линию параллельно параллельно входу в карман вот так прокладывали не дальше 22 сантиметра я приблизительно вот вот так вот располагаю я вижу вот здесь и вот здесь примерно посередине получается отмечаю эту сторону чем говорю что удобно вот эти вот линеечки но вот у кого нет они сейчас стоит недорого на вал берез то есть вот это вот у меня еще была по бешеной цене куплены давно и вообще вот не грамм не пошлила я совмещаю линию на детали и линию на линейке вот так вот я совместила то есть они у меня прям друг на дружке и я теперь теперь от своей надсечки я провожу прямую линию здесь у меня получается четкий прямой угол дальше я отмечаю одну только насечку отмечаю вот так и опять прикладываю линейку и совмещаю вот эту свою линию на детали и линию на линейке и опять провожу так теперь отмечаю 22 сантиметра сюда совмещаю линия здесь у меня совместилась линия и вот здесь вот даже совместилась линия 22 сантиметра вот так спускаю вот до этой натечки и провожу линию все мне да что ж такое то мне не надо не углы выравнивать ничего у меня четко прямой квадрат вот такой вот у меня квадрат получился в джинсах поменьше я захватила кокетку немножко видите ну я вот вот такой вот поролочка я просто быстренько раз ее распорола и всех делов то таких вот квадратов мне нужно 9 штук заготовила я 9 шикарнейших кармашков смотрите прям красотища и теперь мне нужно будет заготовить детали которые будут проходить между рядами карман у меня много всевозможных кусочков есть поменьше есть побольше в общем все что умещается что-то разутюжу все что умещается каким-либо образом неважно вот даже от предыдущего у меня видите остались от моих кармашков в ванную все что угодно все что есть я сейчас буду чикать 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 и все нашивать я решила эту полоску сразу настрачивать на синтепон чтобы потом просто не простегивать здесь приточал вот эту полоску допустим да получается что я сразу все детали это отделочные полоски прикрепляю к синтепону то есть отдельно отстрачивать не надо решила притачивать полоски по диагонали таким образом больше уходит больше получается площадь пришиваемой полоски нежели вот таким образом был один комментарий под видео девушка чуть приобиделась сказала что какой-то элемент я там не показала хочу извиниться и сейчас я покажу как я это делаю для тех кто не умеет шить кто только вот начинает и хочет научиться здесь все просто далее я кладу вот у меня притачена полоска ну вот я с угла начала приточила приточила вот допустим это вот первая наша полоска я вторую полоску кладу таким образом предварительно чтобы у меня по 0 5 с каждой полоски заходила друг на друга и вот таким образом я вижу где мне оставлять край этой полоски если я допустим возьму и притачают так вот встык вот так вот то если я полоску расположу как она должна будет потом то есть вот такая вот картину нас будет нас не хватит значит я примерно заранее кладу вот так полоску вижу что вот у меня вот здесь вот все нормально и и я вот так вот раз и отгибаем ее то есть переворачивала теперь отгибаю и вот эти булавочки я переношу уже на эту полоску вот этим роликом здесь проходить бесполезно потому что вот эта ткань синтетический такой трикотаж от хоккейных маек ну в любом случае чуть-чуть я буквально приложил вот так теперь беру следующую полосочку ну пускай вот эту вот я возьму видите тут у меня все остатки от предыдущих там поделок и опять вот эта полоска у меня уже шире это предполагаю что она сантиметров 7 и теперь опять таки опять таки я ее прикладывала сначала смотрю каким образом вот вот здесь вот мне расположить чтобы у меня все хватило вот так вот вот так вот у меня хватает я ее просто перекидываю вы даже можете зафиксировать булавками вот так взять ее и зафиксировать раз но при этом смотрите чтобы у вас это предыдущая полоска не не ускользнула то есть вот так вот и и прям положите хорошенечко сверху накройте полоской и приколите думаю что объяснила понятно сейчас я заготовлю быстренько вот эту всю мою полосу и мы продолжим с вами на строчила теперь режу отрезаю 15 сантиметров это как раз ширина вот этой линейки совмещаю вот этот уже обрезанный край изделие с краем линейки и вот так вот дорезаю откладываю вот такую вот линию от края 5 сантиметров и потом еще отложу 5 сантиметров и вдоль этой линии пройдусь две строчки на машинке а затем уже обрежу это делаю для того чтобы мне за так я прострочила двойную строчку и посерединке осталась полоса которые я наметила сейчас я между этими двумя строчками прорежу и у меня будут уже закрепленные полоски и по краям я тоже проложила строчку для того чтобы вот эти вот швы стачивания не расползались вот такая вот полоса режу вот так будут ряды карманов вот так здесь между ними будет вот эта вот полоса опять будет проходить ряд карманов вот таких рядов предполагаю сделать три пока на сей момент у меня ампетит всегда приходит во время еды ну образно говоря вот и вот такая вот будет полосочка шью дальше вот так я раскладываю предварительно как у меня будут ряды этих карманов немножко по цветам и параллельно я положила одинаковые кармашки ну если такие получаются вот например это от одних брюк это от вторых брюк так это от третьих брюк и вот от четвертых а вот этот карман у меня получается один не парный он у меня будет в середине вот так вот я сейчас буду шейки заготавливаю косую бейку для приточивания карманов ширину бейки ширина бейки у меня будет это прямо 18 там написано на насадке я сейчас покажу для этого я вырезаю полоски 4 сантиметра ширины инструмент порезали закрыли порезали закрыли обязательно очень остро продеваем вот в это устройство вот это вот этой стороной держу к себе и вот так вот ее беечку туда выдеваю руки закорюки и вот вот таким образом вот вытягиваю чуток располагаю ну она и сама такая расположится ровно но если вдруг ткань капризная по серединке можно ее расположить вот так вот раз я люблю с лицовой стороны утюжить и или представляете сколько я заутюживаю то с одной стороны то со второй стороны здесь раз готова такое это чудо кто придумал не знаю респект тому кто придумал сейчас готовлю вторую на куски синдепона располагаю свои кармашки все-таки мне нужно поплотнее чтобы был вот как бы сама деталь была плотненькая такая поэтому в качестве уплотнения я использую вот эти вот обрезки синдепона так теперь все все полосу показывать не буду вот например вот это смотрите я уже шила много таких деталей с тесьмой у меня есть покрывала на моем канале можете посмотреть там куски стыкую вот такой вот бейкой раньше я делала проходила здесь на зигзаге то есть сначала я сточил между собой а потом уже настрачивать тесьму сейчас я могу уже понаглеть и могу просто тесьму сразу пристрочить поэтому вы как хотите можете сначала пройти зигзагом закрепить а потом уже настрачить спокойненько тесьму ровненько я сделаю сразу ну и все отстрачиваю на 01 и тем самым я притачиваю все детальки друг дружки и закрепляю их на синдепоне и теперь я отстрачу по краю джинс вот по краю этих кусочков для того чтобы зафиксировать синдепон с краем с краями деталей вот здесь капризная очень джинса она ветхая и раскроена по косой полоски мои готовы и сейчас я собираюсь простегать стегать я буду вот эти вот открытые участки карманы не буду трогать здесь я не знаю как как пойдет как неудобно будет не знаю даже взяла я вот такую яркую ниточку потому что у меня есть контрастные полоски по бокам немножко здесь кармашки мешаются когда подхожу с этой лапкой но я прям поднимаю лапку подпихиваю вот этот кармашек под нее и прохожу вот здесь вот рядышком сейчас может быть получится показать видно не видно сейчас вот так подпихиваю прям раз так так вот так вот так вот так вот так все вот так вот так вот так и перепады вот эти вот толщиной особенно вот в этих даже углах это может быть критично для иглы кто без очков конечно вот аккуратнее смотрите друзья я просто сейчас наглядно покажу не за машинкой чтобы быстрее было видео здесь у меня обрезанные детали и вот эти мои декоративной полоски я сейчас их между собой сошью зигзагом то есть накладывать не буду просто приложив друг другом и зигзагом соединил все детали я так сделала здесь у меня получается три полосы с карманами и две полосы и вот этой отделочной далее после зигзага я как вот и в этих местах я обработаю бейкой бейку здесь не обязательно располагать чтобы середина бейки совпадала с вот с этим срезом да где зигзаг будет можно просто чтобы зрительно не уменьшить ширину вот это отделочные детали я просто закрою вот вот эту строчку напомню эту строчку мы прокладывали по краю чтобы закрепить все строчки чтобы ничего не распускалась вот так вот я могу лучше съем ширину кармана чем съем ширину вот это отделочные потому что она действительно красиво смотрится сейчас все полотно соберу и пока